И сегодня же в МВД заявили, что неконтролируемое развитие компьютерных технологий прямо угрожает безопасности России. Начиная с сайтов, опасных для подростков, и заканчивая обычными мошенниками. Исследование высшей школы экономики показало, например, что каждый второй россиянин сейчас в случае какого-то заболевания сначала идет за консультацией в интернет, а потом уже в больницу. Этим пользуются циничные шарлатаны, ставящие под угрозу жизни и здоровья людей. Свежий и шокирующий пример у Георгия Гривенова. Я нашла врача Евгения Борисовича Ликунова через соцсети. Молодая мама Елена хотела быть, как говорится, в тренде. Для своего сына врача-педиатра она шла не в районной поликлинике, а в одной очень раскрученной группе в соцсети. Да и лицо врача Евгения Ликунова ей показалось медийно знакомым. Он действительно активно продвигал себя и свои услуги сразу на нескольких интернет-платформах. Помимо страниц в соцсетях, ввел еще и программу на популярном медиаресурсе. Сейчас несколько поменялись подходы, сертификации и так далее. Делать должна проводиться вакцинация только в условиях кабинета и только в процедурном месте строя. А вот Елена утверждает, врач Ликунов, с которым она заключила контракт, делал прививки ее сыну прямо в квартире. Получается, он сделал нам три штуки. Последнюю перед самым-самым отъездом. Мы взяли номера вакцин, которые врач из интернета вводил ребенку и отправились проверить у специалистов. Ни одного совпадения с лицензированными в России не обнаружено. Что касается конкретно этой серии, если говорить про инфанарикс Гекса, у нее никогда не было, тем более в 2017 году, где здесь указано, в 2017, такого нумерации. Еще одни обманутые интернет-пациенты рассказывают любопытную подробность. Когда ребенок заболел, врач оказался недоступен. Видимо, был занят раскруткой своих интернет-аккаунтов. И, наконец, апофеоз сомнительного успеха. Третья, найденная нами пациентка Ликунова, сама врач, но тоже купилась на рекламную удочку. Я зашла к нему на страницу, увидела десятки просто общих друзей. И среди них были уважаемые врачи с безупречной репутацией профессиональной, кто-то, с кем я училась вместе. То есть у меня не было никаких сомнений, что если они знакомы и работают вместе, то что-то может быть не так. Но деньги за услуги при этом все платили врачу вперед при заключении договора. Евгений Ликунов действительно закончил медицинский университет в Мордовии. Но никто даже не подумал проверить его действующую лицензию на частную медицинскую практику. Согласно данным единого реестра лицензий, доктор Евгений Ликунов не числится как индивидуальный предприниматель. И это тоже своеобразный диагноз современному обществу потребителей соцсетей и пожирателей интернета. Эти люди настолько погрязли во всемирной паутине, что настоящий живой доктор в белом халате, которому было принято столетиями доверять свою жизнь, для них уже не авторитет. Из его кабинета они смело выходят в соцсети, где вместо диплома университета правят лайки, репосты, подписчики и даже другие врачи в графе «общие друзья». Этого бывает достаточно, чтобы вот такому виртуальному лекарю доверить свое реальное здоровье. Но все равно, отмечают эксперты, тенденция неумолима. Все больше россиян, особенно так называемые миллениалы, те, кому сейчас от 30 до 40, ставят себе диагнозы по интернету, пренебрегая посещением настоящих врачей. Чем активнее ведется маркетинговая или рекламная кампания, тем быстрее они этому начинают верить. Люди действительно иногда чрезмерно доверчивы к самозванцам и очень критично относятся к профессиональным врачам. Может быть и обращаются-то в интернете, потому что не верят официальной медицине. Сейчас сам Евгений Ликунов для комментариев недоступен, телефон выключен, в сети постов не пишет, а следственный комитет тем временем проводит проверку. А вот всем мамам, чьи дети были привиты врачом из соцсетей, теперь надо проверить в настоящих поликлиниках. А что именно, вкалывал их детям сетевой доктор. Хорошо, если физраствор. Георгий Гривный, Дарья Князева, Валерий Ибрагимов. Известия специально для РЕН-ПВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова